Проверка знаний и умений учащихся Контроль результатов обучения – это важная часть процесса обучения. Его задача заключается в том, чтобы определить в какой степени и мере достигнуты цели обучения. Так как контроль носит в средней школе обучающий характер, его методы рассматриваются в тесной связи с другими методами обучения. Контроль результатов выполняет все три функции, присущие процессу обучения в целом, и имеет четко выраженное образовательное, воспитывающее и развивающее значение. Особенно важен он для учащихся. Обучающее значение его выражено в том, что позволяет ученику корректировать свои знания и умения. Воспитательное значение контроля велико. Постоянная проверка приучает учащихся систематически работать, отчитываться перед классом в качестве приобретенных знаний и умений. У учащихся вырабатывается чувство ответственности, стремление повысить успеваемость. Контроль воспитывает целеустремленность, настойчивость и трудолюбие. Умение преодолевать трудности, то есть способствует формированию нравственных качеств личности. Систематический контроль способствует развитию самостоятельности, формированию навыков самоконтроля. Контроль результатов обучения важен и для учителя, так как позволяет ему изучать своих учащихся и корректировать учебный процесс, и для родителей, которые стремятся быть осведомленными об успеваемости своих детей. То есть назначение проверки, или иначе говоря контроля, это выявление, насколько решены образовательные и воспитательные задачи, и заинтересованные лица в контроле учеников, сам ученик, учитель, родители и администрация школы. Контроль проявляется в оценке знаний, умений и навыков учащихся. Существует шесть пар качеств знаний. Первое – это полнота и глубина знаний. Второе – систематичность и системность. Третье – оперативность и гибкость знаний. Четвертое – конкретность и обобщенность знаний. Пятое – свернутость и развернутость знаний. И шестое – осознанность и прозрачность знаний. Методами количественной оценки качества знаний могут являться регистрация, ранговое измерение и интервальное измерение. На схеме семь показано, как цели контроля соотносятся с целями обучения химии. Схема семь – соотношение целей контроля с целями обучения. То есть у нас есть заявленные цели обучения химии. То есть требования, предъявляемые к результатам обучения. Они основываются на образовательных, воспитательных и развивающих функциях. Образовательные функции, в свою очередь, основываются на усвоении основ науки и усвоении химических умений с определенным уровнем усвоения. Воспитательные же основываются на усвоении мировоззренческих знаний с определением уровня усвоения, а развивающие – усвоение интеллектуальных умений, навыков, учащихся и их труда с определением уровня усвоения, а также развитию самостоятельности. И все это, конечно, при помощи содержания контроля результатов обучения, который, в свою очередь, базируется на целях контроля. То есть соотнесение реальных результатов обучения с его целями. Схема семь показывает, что в процессе обучения должна контролироваться реализация всех трех функций процесса обучения, что является содержанием проверки. Содержание контроля результатов обучения подлежит в том, что реализация всех функций процесса обучения, изображенных на схеме семь, и в процессе контроля должно быть определено, соответствует ли уровень усвоения целям обучения в целом или нет. При изучении основ химической науки контроль подлежит усвоению понятий, законов, теорий, фактов, связи между ними, а также связи теории с практикой. Это последнее требование подразумевает контроль за выработкой умений пользоваться химической символикой и терминологией, умений наблюдать, решать химические задачи, экспериментальные умения и т.п., а также за усвоением прикладных политехнических знаний. При проверке усвоения основ мировоззренческих знаний контролируется понимание диалектико-материалистических закономерностей, национально-патриотических идей. Особое внимание должно быть уделено контролю общих интеллектуальных умений, т.е. развития умствительных приемов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации. Должно контролироваться умение читать учебную литературу, навыки устной письменной речи, умение выделять главное и т.д. Во всех случаях контроль результатов обучения должен определяться важным критерием уровня усвоения. Последние зависят от целей и требований к обучению. Первое. Уровень узнавания и воспроизведения объекта изучения. Второе. Уровень, характеризующийся умением найти необходимый путь решения познавательной задачи. Третье. Высший уровень, т.е. умение ставить перед собой задачу и решать ее, используя необходимые выслительные приемы. В процессе контроля учитель должен твердо знать, каким должен быть уровень усвоения, и соответственно давать задания либо на воспроизведение, либо на применение знаний исходной ситуации, либо на применение знаний в новой ситуации. Конкретные требования к знаниям и умениям учащихся на каждой ступени обучения определены программой по химии в рубрике «Основные требования к знаниям и умениям к учащимся». Этим должен руководствоваться учитель в процессе работы, определяя глубину, объем, конкретность знаний, полноту знаний и умений. Формы, виды и методы проверки знаний, умений и навыков учащихся при обучении химии. Формы контроля бывают разные в зависимости от способа организации или подачи информации от учащихся к учителю. В дидактике нет единой классификации форм контроля. Примерная классификация проведена на схеме. То есть, классификация форма контроля результатов обучения выглядит следующим образом. Формы контроля делятся по способу организации на индивидуальный, дифференциальный, групповой и фронтальный, а по способу подачи информации на устный, письменный и экспериментальный. Помимо форм контроля, дидактики различают виды контроля в зависимости от выполняемой дидактической функции. Предварительный, текущий, тематический или периодический, еще говорят, или промежуточный, а также последний вид заключительный или еще говорят итоговый. Предварительный контроль предназначен для того, чтобы выявить исходный уровень знаний, от которого можно отталкиваться в последующем обучении. Он может проводиться в начале учебного года или в начале урока. Текущий контроль осуществляется на протяжении всего урока с целью контроля за ходом усвоения изучаемого материала. Тематический или периодический или промежуточный контроль проводится в конце темы или какого-либо длительного отрезка учебного времени, четверти, полугодия и т.п. А заключительный контроль, или еще иначе говоря, итоговый, в конце года или в конце всего курса обучения в 10 классе в виде выпускного экзамена. Формы и виды контроля взаимосвязаны. Внутри названных форм и видов контроля усвоения различают разнообразные методы контроля. Рассматривают их по группам, соответствующим устной, письменной и экспериментальным формам проверки. В основном методы контроля разделяются на методы устной формы контроля, методы письменной формы контроля и методы экспериментальной формы контроля. Перейдем к первому методам устной формы контроля. Методы устной формы контроля делятся на индивидуальный учет знаний, зачет и экзамен. Что же такое индивидуальный учет знаний? Индивидуальный учет знаний проводится почти на каждом уроке. Это наиболее полноценный метод проверки результатов усвоения, так как в процессе устного ответа учащегося может быть включены все необходимые элементы содержания контроля усвоения. Так можно проверить знания химического материала, наличие мировоззренческих знаний, владение речью и другими интеллектуальными умениями, уровень усвоения материала. Во время устного ответа учащегося учитель умеет возможность задать дополнительный вопрос диагностического характера, который поможет выявить состояние знаний и умений отвечающегося. Проводить устный контроль – большое искусство, так как учитель должен выявить знания учащихся в течение 2-3 минут, в 8-9 классах и за 4-5 минуты в 10-11. Учитель четко должен поставить себе, что он собирается проверить и, исходя из этого, строить вопрос. Например, учитель предлагает учащимся рассказать об окислительных свойствах азотной кислоты, чтобы проверить знания о свойствах азотной кислоты на уровне воспроизведения, умение ставить уравнение оксидно-серной реакции на первом уровне усвоения, конкретизировать теоретические знания применительно к изучаемому факту, а также проверить понимание единства противоположных процессов окисления и восстановления. При ответе на вопрос о сходстве кислотных свойств азотной и серной кислоты используется мыслительный прием сравнения, актуализируются ранее изученные знания. Контроль усвоения материала о свойствах азотной кислоты требует более сложных выставительных операций. Второй вид метода устной формы контроля – это зачет. Одним из методов устной проверки знаний в старших классах является зачет. Его проводят обычно в конце какой-либо большой и сложной темы. Например, может быть проведен зачет по теме теории электролитической диссоциации, азота и воссоединения или по всему разделу о металлах. Зачет назначается во внеурочное время. Класс при этом разделяется на 2 или 3 группы. О зачете сообщают заранее, чтобы учащиеся могли к нему подготовиться. Для подготовки к нему учитель составляет вопросы, а также примерные задачи рекомендуют литературу, предварительно проверив, имеется ли она в школьной библиотеке. Вопросы учащихся нужно продиктовать, а затем вывесить на доске объявления химического кабинета, чтобы учащиеся, пропустившие занятия, могли их переписать. На зачете вопросы для подготовки должны быть выданы сразу всем учащимся, которых отпускают по мере сдачи зачета. Учащихся, часто и хорошо отвечающих в классе на уроки, можно от зачета освободить, объявив это в классе как поощрение. Сроки проведения зачета должны быть известны за учением школы, чтобы можно было регулировать нагрузку учащихся. На зачет можно пригласить представителя администрации школы или классного руководителя. И третий вид метода устной формы контроля – это экзамен. Экзамен – метод заключительной проверки. Выпускной экзамен, который проводится в 11 классе по окончании обучения в школе. С одной стороны, это проверка знаний, с другой – торжественный акт. В экзамене должен быть специально подготовленный химический кабинет. Нужно разместить оборудование для подготовки эксперимента так, чтобы учащимся это было удобно. В кабинете вывешивают таблицы, которые использовались в процессе обучения, связанные по содержанию с вопросами билетов, дополнительные доски и т.п. Перед экзаменом проводится консультация, цель которой – показать учащимся, как расположено оборудование в кабинете, проконсультировать их по неясным вопросам. Обычно таких вопросов бывает мало, так как подготовка к экзамену начинается задолго до его проведения. В течение четвертой четверти. Недопустимо готовить учащихся к экзамену путем натаскивания по билетам. Однако в процессе обобщения знаний в конце 11 класса, который имеет четкую логическую структуру, указывает, что данный вопрос имеется в билетах, что на него нужно обратить особое внимание. Если учащиеся сами проявят инициативу и станут записывать в тетради конспекты ответов на вопросы билетов, их нужно поддержать в этом и помочь. На экзамене особое внимание обращается на технику безопасности проведения химических опытов, планируемых по билетам. Экзамен – это заключительный контрольный акт, поэтому учащихся ничему учить на экзамене не следует. Но недостатки ответа указать сразу, иначе при объявлении оценки у учащихся могут возникнуть претензии. Зачеты экзамен должны быть организованы и проводиться по определенной методике. Второй вид методов – это методы письменной формы контроля. К ним относятся контрольная работа, самостоятельная проверочная работа и проверка письменных домашних заданий. Контрольная работа. К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная контрольная работа на 45 минут, проверочная работа на 10-15 минут, письменные домашние задания, письменный учет знаний, отдельных учащихся по карточкам, химические диктанты, программированный контроль и тому подобное. Длительные контрольные работы проводятся по химии редко, обычно после прохождения отдельной темы. Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал контролируемой темы. В контрольной работе рекомендуется включать вопросы, требующие разнообразные мыслительные операции, тестовые задания, задачи, графические задания и т.д. Тетради для контрольной работы – документ, который может быть проверен администрацией школы или инспектором отдела народного образования. Программированный контроль тесты должны быть строго в соответствии с темой контрольной работы и также они должны быть четко рекламентируемы и понятны для учеников. Второй вид – самостоятельная проверочная работа. Проверочные работы на 10-15 минут проводятся на уроке довольно часто. При их проведении учащихся заранее не предупреждают. Проводить их можно даже после объяснения нового материала для проверки его усвоения или закрепления. Для этой цели можно использовать и тестовый, т.е. программированный контроль. Содержание таких работ весьма разнообразно. Например, в 8-м классе часто используется химический детант по проверке усвоения символов элементов, работа по расстановке коэффициентов, определению валентности элемента в соединении, по написанию химических форм по валентности и т.д. В 9-м классе по написанию письменных уравнений и т.п. В настоящее время получил распространение письменный учет знаний по карточкам, когда несколько учащихся вызываются на передние столы и они пишут в течение 10-12 минут ответы на вопросы. Негативной стороной такого учета знаний является то, что эти учащиеся отключены на некоторое время от общей работы класса. И третий вид – проверка письменных домашних заданий. Проверка домашних заданий может производиться по-разному в зависимости от их содержания. Прежде всего необходимо добиться выполнения домашнего задания всеми учащимися в классе. Для этого нужно регулярно контролировать наличие выполненного задания в тетрадях учащихся. Это может сделать учитель, бегло просматривая тетради при движении между рядами. Он предлагает открыть тетради с заданиями и отмечать в своей тетради задания, которые выполнили или не выполнили учащиеся. Правильность выполнения при этом проверить нельзя. Эта процедура неудобна тем, что на нее затрачивается некоторое время урока, а задача, которую он решает, чисто дисциплинарного характера. Обучающая функция при этом не осуществляется. Правда, в это время классу дают какое-то задание, но сам учитель не может в это время участвовать с классом с необходимой активностью. И третий вид методов – это методы экспериментальной формы контроля. Экспериментальная проверка результатов обучения может быть индивидуальной, то есть это работа учащегося у демонстрационного стола или выполнение практической контрольной работы по всем вариантам класса. Либо фронтальной, то есть практическое занятие по экспериментальному решению задачи, когда проверяются не только знания, но и умения и навыки работы. Наиболее простой метод – выполнение учащимся опыта у демонстрационного стола. При этом оцениваются его знания и практические умения. Во время фронтальной практической работы оцениваются умения только тех учащихся, которые находятся под наблюдением. Экспериментальная контрольная работа может включать еще и расчетные задачи. Работу учащийся выполняет без инструкции и пособий, получает только условия задач. Такая работа дает учителю богатый материал для анализа. Можно проверить и знания фактического материала, то есть свойств веществ, химический процесс и и т.п. А также контролируются следующие элементы. Первое – это подготовка опыта, изготовление, чертежа и сборка приборов. Второе – правильное и последовательное выполнение операции. Третье – полнота наблюдений. Четвертое – правильность объяснений и выводов. Пятое – теоретическое обоснование. Шестое – соблюдение чистоты и порядка на рабочем месте. Седьмое – соблюдение правил техники безопасности. Восьмое – уборка рабочего места. И девятое – составление отчета. В программе по химии приводятся рекомендации к оцениванию знаний и умений учащихся по химии, критерии оценки устных ответов, умений решать задачи, экспериментальные умения и письменных работ. Эти условные критерии отчасти унифицируют подход к оцениванию результатов обучения. И как вывод, контроль результатов усвоения заданий умений и навыков является важным дидактическим звеном учебного процесса. Цель его – соотнесение реальных результатов обучения с целями обучения. Контроль результатов обучения, как и все обучения химии, носит системный и систематический характер и осуществляется в разных формах, видах, методах. Средствами контроля являются разного рода контролирующие задания. Организационные формы обучения химии в школе. Подготовка учителя к уроку. Следует начать с того, что урок – это систематически применяемое в определенных временных границах для решения дидактических задач образования, воспитания и развития учащихся, объединенных в коллективе класса. Основная форма организации учителям обучения, обеспечивающая реализацию в едином процессе содержания средств форм и методов обучения. То есть, как мы уже сказали, основная организационная форма обучения – это урок. Помимо урока различают и другие уже утвердившиеся в современной школе организационные формы работы, как факультативные занятия в неклассные или внеурочные занятия экскурсии, занятия в учебно-производственных комбинатах или, сокращенно говоря, УПК. Факультативные занятия по химии предназначены для более глубокого обладания учащимися предметами и представляют собой самостоятельную форму организации работы с учащимися. В настоящее время известны разные виды факультативов, занятия в которых добровольны. Факультативы способствуются развитию интересов и способностей химии в профориентации к химическим профессиям. Они вводятся в старших классах средней школы. Методы работы на факультативных занятиях несколько отличаются от методов работы на уроке. И вне-классная работа по химии – это также особая организационная форма занятий с учащимися, обладающие сильным эмоциональным воздействием. Она развивает кругозор и воображение учащихся, стимулирует их к самообразованию, пополнению своих знаний, способствует развитию изобретательности и творчества. Эта работа очень разнообразна по видам и содержание носит во всех случаях оттенок занимательности, формирует интерес к предмету. Она требует тщательной организации. По основным этапам учебного процесса классификация уроков по химии делится на вводные, первичное вознакомление и тренировочные. Классификация уроков по химии по основному способу проведения урока делится на лекцию, семинар, конференцию, беседу, самостоятельную работу и другое. А по основным образовательным целям на изучение нового материала, на закрепление и повторение и на контрольно-зачетные занятия. Также хотелось бы отметить, что уроки могут быть комбинированными. То есть, например, какая-то часть урока проводится в виде лекции, какая-то часть урока остальная в виде семинара. Либо может проводиться самостоятельная работа где-то посередине лекции. Ну и так далее. Требования к уроку химии. Шесть основных требований к уроку по химии. Это первое. Направленность на достижение конкретной цели. То есть, каждый урок должен задать ориентир в виде цели. В виде конкретной цели. Второе. Это научное содержание. Все содержание, которое будет выдано на уроке, должно быть основано на науке, то есть на химии. И должны быть под собой иметь какие-либо научные выводы, научные доказательства. Третье. Сочетание разнообразных методов обучения. Когда сочетается несколько методов обучения на уроке, тем самым можно поддерживать интерес и производительность данного урока по знаниям учеников. То есть, знания учеников при смене методов обучения увеличиваются, так как увеличивается оптимизация их мыслительной деятельности. Четвертое. Привитие навыков самостоятельной работы. Это неотъемлемое требование к уроку химии, так как без самостоятельной работы ученику будет сложно и порой даже невозможно постичь в какие-либо химические термины, либо в химические реакции и их протекание. Пятое. Это реализация межпредметных связей. Особенно по органической химии возможно производить реализацию межпредметных связей на таких темах, как белки, углеводы, жиры и так далее. И шестое. Это целостность урока. Потому что целостность урока заключает в себе то, что все части урока должны быть между собой взаимосвязаны и организованы. То есть, например, начальная часть урока плавно подводит к середине урока, а середина урока плавно подводит к каким-либо выводам. Каждый урок также имеет виды плана урока и составные элементы и содержание данного плана. Каждый урок имеет обязательные элементы, как введение, основная часть и окончание. Введение, то есть предварительная подготовка, включает в себя взаимное приветствие, проверка отсутствующих, проверка санитарного состояния кабинета, организация внимания части и другое. Чтобы провести урок, учителю необходимо первое знание, то есть собственное знание для того, чтобы объяснить данную тему ученикам. То есть, конкретно по предмету, по методике преподавания химии. Второе – это соответствующее поведение. То есть, учитель должен создать такое поведение и изобразить такое настроение, которое будет благоприятно воздействовать на учеников, и ученики воспримут учителя только как источник знаний. И третье – это непрерывное самообразование. Сейчас наука химии не стоит на месте, и вследствие этого, учителю необходимо обновление содержания своих знаний, так как очень много интересного происходит в химии, и эти интересные факты могут быть переданы ученикам для поддержания обновления знаний у учеников и непосредственно развития интереса к химии. Также урок необходимо, конечно же, планировать. План урока может быть произвольным, но он должен включать определение цели, составные части урока, виды урока, методы обучения, средства обучения, расклад по времени составных частей урока, составление конспекта урока обязательно, перечень вопросов конкретным учащимся, задания по теме подготовки, детектического материала и другое. То есть урок необходимо планировать так, чтобы во время урока не возникало никаких сложностей в плане преподавания. То есть учитель должен быть собран на уроке и действовать четко по приготовленному им плану. Такой урок будет воспринят учениками похвально и сам учитель получит от этого моральное удовлетворение в том, что он смог выложить и подготовить план, согласно которому он выполнил все цели и задачи, выдаваемого на обучение ученикам урока. Планы уроков бывают годовые, тематические, поурочные. В основном учителя пишут поурочные планы.